Мы продолжаем обсуждать ситуацию в стране. Гость нашей студии Дмитрий Галкин, заместитель главного редактора журнала Форн ФС Кроникл, политический обозреватель газеты 2000. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, Андрей Медлёв. Мы с ним сегодня вместе. Продолжаю задавать каждые вопросы как представитель меньшинства русскоговорящего. Дмитрий, ну вот вам, как гражданину России, первое же слово приветствия нашим телезрителям. Я бы хотел не только поприветствовать, но и хотел бы от своего принести имени, принести личные извинения и вам, Андрея, и вам, Людмила, и вашим зрителям, потому что мне, как и многим гражданам России, живущим в Украине, чрезвычайно неудобно, и, точнее говоря, стыдно за внешнюю политику российского руководства, которое, мало того, что является, на мой взгляд, противоречащей интересам России, и она еще является оскорбительной для Украины, и действительно она создает чрезвычайно большие трудности в отношениях между Россией и Украиной, и в отношениях между народами, главной Россией и Украиной. Но, если говорить о более приятном, то мне кажется, что в очередной раз есть повод поблагодарить сложившиеся обстоятельства за то, что США играют такую вот значительную роль в мировом политическом процессе, потому что вот благодаря позиции, жесткой позиции американского руководства, которую мы вчера увидели первый раз, до этого позиция была другой, намного более мягкой, появилась надежда на то, что эскалация конфликта будет остановлена. Но, кстати говоря, вот я бы хотел добавить еще, что, конечно, не очень хочется выступать в роли такого пророка, предсказателя, который грозит пальчиком и говорит, вот я же говорил, но вот, когда, помните, мы обсуждали 21 февраля процесс политического регулирования, вот тогда я сказал, что если не будет политического регулирования, то вот те силы, которые есть и внутри Украины, и внутри России, которые недовольны победой оппозиционной коалиции бывшей, и которые воспринимают ее как личную угрозу для себя, они обязательно попытаются воспользоваться вот этой ситуацией в своих интересах, и как-то перейдут к каким-то более резким действиям. К сожалению, это произошло. Я хочу сказать, что если бы был процесс политического регулирования, то просто совершенно принципиально иная была бы сейчас ситуация и в отношениях с Россией, и внутри страны, в юго-восточных регионах. А вот, Дмитрий, знаете, вот если проанализировать все происходящее, то вам не кажется, что вот операция, которую сейчас Путин развернул в Крыму, а, была тщательно подготовлена, б, она достаточно долго готовилась, и что касается вот внутриполитического регулирования, то, честно говоря, вот до того, как Путин вторгся в Крым, я не видела особенно по регионам, честно говоря, чтобы люди как-то активно протестовали, даже вот Керне с Допкиным очень уже готовы были сотрудничать и там вывешивать украинские флаги и все отлично. И не секрет же, конечно, что в Донецкой области, вот это я точно знаю, что вот люди, которые вышли тогда на эти митинги, они же были точно российские граждане, мы точно знаем... По крайней мере, часть из них. Часть из них была российские граждане завезенные, вот, и второе, мы точно знаем, что вот в Харькове тоже была та же самая история, то есть была часть завезенных российских граждан, и даже некоторые из них выкладывали в социальных сетях, что они гордятся тем, что они принимали участие в штурме этой администрации. То есть не кажется ли вам, вот подводя как бы все это, не кажется ли вам, что вот все, что происходящее в Украине сейчас, это не протест Украины, там, восточная, скажем, там, юга, которые не приняли новую власть, а просто четко спланированная операция, которая должна была опереться на такие протесты, которые фактически, по большому счету, и не возникли? Я бы разделил здесь две вещи. Первая. Когда мы говорим о политическом регулировании, мы говорим не только о том, чтобы создать какие-то условия внутри страны. Мы говорим прежде всего о том, чтобы исключить, ну или, по крайней мере, снизить возможность внешнего вмешательства. Потому что, и я и тогда говорил, и сейчас это готов повторить, что Россия, точнее, так сказать, российское руководство, нынешний московский режим, он не нуждается в стабильной и единой Украине. Потому что, ну, поимеется в виду после политического поражения Януковича. Потому что, если Украина остается стабильной, единой, получает еще плюс к всему помощь со стороны Запада, то, несмотря даже на то, что финансово-экономическая ситуация, понятно, что обозрим в будущем останется тяжелой, но поскольку она будет и тяжелой в России, кстати говоря, российской власти не с чем идти на выборы 2018 года. Потому что, и главное, что не с чем будет пугать, да, как-то пытаться предотвратить, создать какие-то какой-то заслон, такой информационный, идеологический протест на движение внутри России. Поэтому, когда я говорил о том, что политическую регулирую необходим, я имел прежде всего не то, чтобы, так сказать, договориться, хотя это тоже очень важно с какими-то элитами Юго-Востока, или дать понять населению Юго-Восточных регионов, что происходящие перемены не направлены против него. И, кстати, ни того, ни другого не было сделано по-настоящему. А сколько я имел в виду то, что надо создать какие-то условия для того, чтобы не дать возможность России, российскому руководству спекулировать отсутствие каких-то политических решений, и не дать им вмешиваться. И, кроме того, вы понимаете, еще какая штука. Ведь соглашение 21 февраля, оно было поддержано не Россией, оно было поддержано прежде всего Госдепартаментом США. И поэтому то, что это соглашение не было выполнено, а фактически на следующий день стало понятно, что оно и не будет выполняться. Это, в общем, поставило под грозу и возможность США как-то влиять на ситуацию. То есть Россия как делала, так и делает. Она, что делает Россия? Она говорит, ну вот есть же соглашение, давайте к нему вернемся. Ну, можно вот здесь небольшое уточнение? Вот я точно помню процесс голосования Верховной Раде на следующее утро, когда сбежал президент. Да? Ведь тогда Верховная Рада очень хотела давайте вспомним быстренько проголосовать все законы и не учитывать это соглашение. Но затем Верховная Рада проголосовала закон таким образом, чтобы он вступил в силу только в том случае, если в течение оговоренного часа Янукович не подпишет. То есть официально, согласно голосованию законом, принятым в Раде, оставался у Януковича шанс выполнить эти договоренности, потому что он должен, он обязывался в течение 48 часов подписать эту конституцию. Переход. Почему Янукович должен был выполнять? Ему выгодно было не выполнять? Нет, нет, ну просто я говорю о том, что договоренности, когда мы говорим о невыполнении договоренности, мы должны помнить, что Верховная Рада все-таки тогда создала этот коридор, когда дала возможность это соглашение выполнить. Да, но если бы было импичмент, если бы вот сейчас собрали бы голоса под импичмент. Это другой разговор. Да, был бы совершенно другой разговор. Кстати говоря, вот Дмитрий Медведев, который, как я понимаю, является, как и большинство российских добрым следователем, убежденным противником войны, потому что вы сами понимаете, что если Владимир Путин от этого, понятно, речь идет не о войне, а о каком-то вооруженном конфликте и вооруженном вмешательстве, потому что Владимир Путин от этого может приобрести какие-то шансы на 18-е год или по крайней мере на то, чтобы безболезненно досидеть до 18-го года и потом как-то уйти, оставив преемника и гарантировав себе разного рода возможности после перехода власти. Жизни после смерти. Да, жизни после перехода власти. То я считаю, что огромное число наверное 90% высшего российского руководства, но эти не говоря уже о людях, которые возглавляют российские корпорации или являются собственниками их, они конечно же жестко против любого вооруженного конфликта. И вот Дмитрий Медведев он дал понять как это можно как можно лишить Путина возможности вмешиваться. Это провести процедуру импичмента. То, что он сказал, он же сказал, что авторитет Янукович уничтожен, он остается легитимным президентом с точки зрения каких-то там правовых формальностей. И поэтому давайте уберем эти формальности. После этого кому-то это подчиняется Аксену в Крыму. Аксену в Крыму сказал, что я подчиняюсь президенту Януковичу. А если он законным путем отправлен То есть Медведев посоветовал к Верховному Совету Украины, да? Да, да. Дал такой, мне кажется, хороший совет Дмитрий Анатольевич, профессиональный юрист. Я просто усилию. Сегодня с утра мама гражданин России живем в Киеве, давно переехала и говорит, ну конечно, вот, смотри, так зря, зря он это сделал, напрасно это сделал. Что же он делает? Имею в виду Путина, да? Ты сказал, что, насколько я понимаю, и к слову, давно ли ты готовилась почти там, наверное, с Олимпиадой, что, может быть, крымская компания Путин это часть его президентской компании с 19-го года, да? Ну, несомненно. Очень подробно расшифровать, насколько это могло быть задумано политтехнологически или это что-то спонтанное, вот, вызревшее в связи с тем, что какая-то часть населения начинает поддерживать чуть ли не Россию, хотят перейти под юрисдикцию. Это смешно, конечно, но, тем не менее, выбирают себе флаги. еще раз говорю, что, даже когда речь шла о том, что может быть какое-то военное вмешательство в ситуацию в Украине, я думаю, что сейчас... Да, крымская компания как элемент президентской компании Путина не крымская, я думаю, что речь шла о более широком военном вмешательстве, я думаю, что после выходных, к счастью, мы, так сказать, эту игру угрозы преодолели, к сожалению, она, так сказать, выходные была очень серьезная, к счастью, мы ее, мне кажется, преодолели. Но что мы сейчас имеем? Я думаю, что кроме Крыма нигде всерьез никто не поддержал этого. Ну, а зачем? Флаг подняли, флаг областили, три флага подняли. И, так сказать, Андрей, ну вот... Луганск, Харьков и что-то еще чуть-чуть там где-то... Вы так разматриваете Путина, как будто это Василий Иванович Чапаев, который опирается на какую-то там местную поддержку населения, ему прежде чем занять город, надо, так сказать, как-то понять, что... Ну, так представляют пока еще незапрещенные российские медиа. Ну, да? Российские медиа. С цветами встречают, когда фотографировали детей, и матерей там... И чертики воздух просаживают. Нет, детское медиа. И полностью экипированы, по-моему, в натовскую форму, как будто российские... Это новая российская форма. Да, российская. Говорят, такая будет новая российская форма. Понял. Кстати, говоря, то, что они так и ходили в такую форму, это... Чтобы запутать население. Нет, я думаю, что это связано исключительно как раз и с тем, что все-таки не планировалось задолго эта операция. Не планировалось. Не планировалось. Мне кажется, что, конечно, может быть, каких-то людей свозили в Крым, чтобы в случае чего организовать освободительный поход на Киев, гражданского населения. Но военность, создание сил самообороны Крыма, я думаю, что это не... По крайней мере, не долго планировавшаяся операция. Конечно, есть какие-то сроки планирования. Понятно, что это такое. Но все равно несколько недель. Поэтому я думаю, что здесь какая-то вот дата, окончательная. Это, наверное, 18 февраля, когда стало понятно, что Янукович не пойдет на силовое решение. Ну и в этой, так сказать, связи события 20 февраля выглядят по-другому. Когда мы, если мы понимаем, когда мы видим сейчас, что после этого, что происходит в Крыму, и что планировалось в юго-восточных властях, то, наверное, можно и по-другому рассматривать события 20 февраля по другим углом зрения. И здесь, может быть, не Клюев и не Захарченко главные ответственные за них. Ну, эти смыслы, все-таки, Елене Владимировичу, ему, Януковичу, то есть дали выехать с территории Украины, как-то помогли выехать. Как он выехал, непонятно. Подводные лодки, может быть, как он выехал? Я думаю, что через Севастополь. Все-таки, ну, меня интересно, только в надводном положили или в подводном? Вот это важно. Интересно, получил ли Виктор Петрович новый опыт? Было ли ему интересно? Так иначе, он оказался институтом России, ему дали выступить в Респонд-де-Нос очень таким обширным, я сам отслушал, и все потешались на некоторые моменты, от Гаги до Дружесной страны. Но, если все это было позволено сделать, значит, имелось в виду и то, что кто-то скажет в Крыму, что я подчиняюсь Януковичу, легендую президенту, и как бы... Ну, кто-то мы знаем, это Аксенов? Да, да, я говорю, ну кто-то, а кто? То есть, вот это было сделано, ты говоришь, что не заранее спланировано, но потом-то, по мере того, как Янукович передвигается по территории России, по территории России, это становится... Нет, он же передвигается на 22-23-е, то есть, я говорю, что 18-го, наверное, это решение. Ну, ближайшие планы, как ты себе представляешь? Ближайшие планы... А вот, можно, пока до плана, можно еще до этого хотел уточнить? Вот очень интересно, когда представляли его, ты помнишь, на пресс-конференции Януковича то ведущий, который представлял его... Мой старый друг, я давно помогал, у меня были интервью и совсем бездетные, и сейчас, наконец, ну да, это было очень... И как вы думаете, как он сказал? Он сказал, Виктор Федорович Янукович, и он не добавил, президент Украины. Он был, мало ли, он был. Нет, он очень опытный человек, он очень опытный человек, он бы... Есть, еще же, так сказать, я думаю, что позиция российского не сильно передавливает все его легитимности, потому что же... Вы посмотрите, что говорит Аксенов, в данном случае, в Крыму, говорит, вот эта мерзкая донецкая семья довела нас до такой ситуации, мы, так сказать, мы не за Макеевских, которые управляли Крымом при Януковиче, а мы вот за Крым. То есть, не надо передавливать с легитимностью, потому что, если ты его там сделаешь чересчур легитимным, то он пойдет и начнет договариваться уже лично от себя с новой властью, что, наверное, Россия хотела бы исключить. мы же и видим, что он, как стремительная ракета промелькнул во время этой пресс-конференции, что-то после этого мы больше не видим Виктора Федоровича, больше нас не радует какими-то... Подучая звезда. Подучая звезда, да. То есть, мне кажется, что это... Не хотели передавливать с легитимностью и как-то подчеркивать ее. Да, точно не представил норму. Да, нет, он опытный человек, то я думаю, что это все, конечно не от забывчивости. Но правда, очень... Мне как... человека, так сказать, вот отмечающего какие-то признаки распада российской государственности очень, конечно, порадовала вот эта новая технология не давать включенный микрофон журналистам, чтобы не было слышного вопроса. Она потом использовалась уже и на следующий день по российским делам. То есть, вопросов мы не слышим, мы слышим ответов. То есть, вот какая-то... Это новая форма работы с прессой. Была опробована. Что с микрофоном-то? Да, да, да. А потом уже и в Москве на следующий день была опробована. Да, и очень мне понравилось то, что Янукович подсунули какую-то плохо переписанную речь, готовившуюся для Путина, причем с какими-то такими детскими ошибками. Там, например, несколько раз произносили слово бандеровцы, которое вообще не характерно для украинской политической лексики. Вообще для украинской политической лексики. Скорее характерно для лексики вот таких вот там радикальных пророссийских сил. А что стоит такая одна фраза Украина на стратегический партнер? Я хотел сказать, что это плохо переписанная речь Путина или какие-то заготовки для речи Путина. То есть просто старая речь Путина. Ну, то есть еще и что есть еще и быстро организовывалось. Понимаете? То есть они не подготовили вопросы, они не подготовили ответы. Это, в общем-то... Ну, то есть плохо организована конференция, А вот введение войск российских неплохо организована, да? Дмитрий, как с этим? С тем, что как-то все там организовано неплохо, судя по картинке. И в продолжение того, что Андрей спросил, еще хотел бы уточнить. Дмитрий, вот вы как аналитик могли бы сейчас как-то сложить такую картину более-менее целостную каких-то этапов, которые планировались? И вот что в какой-то момент пошло с вашей точки зрения не так? Или все идет так? Нет, но пошло не так. Мне кажется, жесткая реакция США вчерашняя, которая привела уже к таким серьезным экономическим последствиям для России. То есть, вы видите, что произошло сегодня с российским... Обвалились совершенно фондовый рынок, обвалился. И рубль упал до рекордного. И это первые последствия вот этой реакции. То есть, понятно, что сейчас инвесторы, финансовые спекулянты вводят деньги с российского рынка. Сильно, так сказать, снижаются перспективы российских компаний. Посмотрите, что упало. Упало не так, прежде всего. То есть, понятно, что если там будут какие-то экономические санкции, то они, может быть, не коснутся нефтегазового экспорта, потому что это для Европы было бы тяжело отказаться сейчас от покупки российской нефти и газа. Ага, нельзя быстро заменить. А вот металл, там, можно остановить в любой момент металла на рынке переизбыток. Поэтому, видите, металлурги упали сильнее всего, там, где-то там 25, да, по-моему, это... Мечел, по-моему, это... Челябинский металлургический упал 20 с чем-то процентов. Очень Новолипецкий сильно упал в металлургический кабинет. То есть, перспектива российских компаний сейчас оценится инвесторами несколько уже по-иному. Все компании, которые близки к власти, как-то, они тоже очень сильно просели. Это... Но это только первые, да, экономические последствия вот этого достаточно жесткого заявления США. Потому что то, что мы видели до этого, это вот Обама рассказывал про то, что если Путин начнет что-то в Крыму делать не то, то, и он по Обаму не приедет в Сочи. То есть, это... Ну, что он сказал, ему там 4 часа ночи непонятно, это же нигде. Нет, это дословно там было. Он сказал, что, конечно, какие-то будут последствия, но главное последствие, что там в Сочи не приедет. То есть, я думаю, что перспектива стать вот таким спасителем Крыма и потом показывать спасенный Крым и разоренный бандеровцами Киев в течение следующих там полутора-двух лет и с этим выйти на выбор, это для Путина гораздо важнее, чем поездка Обамы в Сочи. Может быть, даже, так сказать, и отсутствие Обамы в Сочи, оно, наверное, для Путина очень важно. Было бы показать, что есть реальный какой-то конфликт США, что вот есть какой-то там герой, который один сопротивляется мировому злу. Есть снова внешний враг, который мы привыкли. Внешний враг и все, так сказать, кто прокритикует власть, это люди непосредственно подкупленные внешним врагом. Я думаю, что это было бы очень важно и поэтому, конечно же, вот подобными угрозами Путин нельзя было напугать, а можно бы только возбудить на какие-то дальнейшие действия. Ну, кстати, Матвиенко вчера прямо так и говорила, да, что вот не дрогнем, не испугаемся, нечего нам рассказывать. Большой комсомольский опыт у человека. Она знает, что если партия сказала надо, комсомольский ответил, есть. Есть. Да, да. То есть, я считаю, что вот до вчерашних заявлений все шло так, руководство США все так пришло примерно, как и планировал Путин. Я не знаю, что его погубило. То ли действительно ему, я могу представить, что человек потерял адекватность и верит, что там какие-то немецко-фашистские захватчики угрожают русскоязычному населению. это вот москрейн. Я думаю, что это было бы пропагандистское. Виктор Федорович до конца верил, что на Майдане есть вооруженные люди, которые сейчас пойдут его штурмовать. Мне кажется, он действительно искренне говорил об этом. Было Бандера. Он так и произносил. Ты же помнишь прекрасно, да, на этой конференции? Я думаю, что вполне может быть, что и Путин верит. Вполне может быть, что и Путин верит. Что сейчас, так сказать, эти бандеровцы еще, так сказать, они пойдут захватывать и украинизировать, иллюстрировать, и вообще все будет просто ужасно. То есть, я не исключаю такого варианта. Возможно, есть какое-то желание как можно больше выжить из кризиса. Как можно больше выжить из недовольства Госдепартамента США тем, что украинская бывшая оппозиционная коалиция, как я понимаю, при поддержке или с какого-то согласия европейских политиков так быстро взяла власть и совершенно исключила даже теоретическую возможность возвращения к соглашению 21 февраля. Соглашением этим нельзя вернуться, но мы не будем забывать, что и Госдепартамент США в тот же день одобрил. И было сказано, что вот, наконец-то. То есть, получается, не только же Путин оказался в идиотическом положении. Причем, Виктор Федорович, я не забыл это подчеркнуть в Ростове. Помните, он сказал, что я вот сделал паузу, позвонил Владимиру Владимировичу, посоветовался с ним, потом подписал. То есть, Виктор Федорович сказал, я бы, так сказать, подписал-то, потому что мне посоветовали подписать соглашение 21 февраля. То есть, не Путин оказался, но не только Путин оказался в таком дурацком положении, когда он фактически своими руками, получается, сдал ситуацию полностью, посоветовал Януковичу подписать соглашение, но и Госдепартамент США, который, в общем, не был заинтересован в столь быстром смещении Януковича. Нет, ну подождите, почему он бежал тогда? Вот давайте сейчас, если вернуться, вот немного, вот в то время, да, слава богу, у нас есть время, вот давайте подумаем, ведь договор был подписан, и если вы посмотрите на лидеров оппозиции, которые вышли вечером к людям, они были плохо приняты на Майдане, но тем не менее, было видно, что они согласны соблюдать договора. Очевидно. То есть, если бы Янукович не сбежал и не выходил на связь очень длительное, долгое время, если бы он, ведь первым, кто отказался подписывать и выполнять договоренности, был Янукович. Я хочу напомнить, что Янукович не выполнил свою договоренность, когда он должен был в течение 48 часов подписать переход к конституции. Абсолютно верно. То есть, почему? Я говорю, что надо... Это же важно. Да, это понятно, но если бы задержали бы на какое-то время, не стали бы сразу отправлять у вас ставку, потом бы собрали голоса, отправили бы импичментом, ситуация была бы все-таки иной. Это во-первых. А во-вторых, все-таки надо было сразу начинать разговаривать с какими-то юго-восточными людьми. Может быть, созывать этих губернаторов, юго-восточных мэров, может быть, как мэров, как людей избранных созывать. Сажать мэров Симферополя, Харькова. Не важно, что ты их не любишь. Сажать, в смысле, за стол переговоров. Попрошу уточнить. С ними разговаривать как-то, говорить, что ничего страшного для вас лично, товарищи, не будет. Мы уж вас не очень любим. Можно сказать, какие-то резкие действия предпринимать не надо. создавать какие-то структуры, которые позволяли бы вести диалог с проигравшей стороной. Этого не было. И наоборот, я считаю, что я делал очень неудачный жест. Я просто даже не трудно было бы представить еще более неудачный какой-то решение более неудачный, чем отмена закона о региональных языках. Судья, я уточнял, закон фактически не работал. Он не финансировался, не реализовывался. Этот закон использовали как повод для того, чтобы он сейчас... Он не принимался, он бессмысленный совершенно с практической точки зрения. Он и принимался, его и поддержали, потому что он бессмысленный с практической точки зрения. Это все символические сферы. Причем, допустим, для русскоязычного населения он бессмысленный с практической точки зрения, потому что, будем откровенно говорить, нет угрозы для русского языка. Есть угрозы для украинского языка в Украине, потому что в России нет, например, ежедневной украиноязычной газеты массовой, тиражной. Это действительно интересное замечание. Пока нет. Думаю, что небольшие листовки можно уже выпускать. Уже можно выпускать, да. Причем, мы знаем содержание. Две самые тиражные газеты и факты. И сегодня они... И вести, которые... Ну, даже я иногда в метро беру. И вести, да. На русском языке же. Ну, да. Вести, это понятно, что, так сказать, это они для того и появлялись. А вот... Ну, кстати, они пропали уже, да, куда-то? В России? Я не знаю. Сегодня не было. Не было? Видите, так сказать... Тут леди для вести. Да, да, да. Последние вести. Российские инвесторы пересматривают свои, так сказать, после сегодняшнего оббала пересматривают. Ну, сегодня и факты это же газеты рассчитаны все-таки на коммерческое использование. То есть, газеты, которые являются прибыльными. То есть, понятно, что инвестор вести, он для того это издает, чтобы прибыль получать. А вот... Сегодня и факты это прибыльные, я думаю, издания. Я не могу сказать точно. Мне кажется, что это прибыльные издания. И то, что они являются русскоязычными, говорят о том, что есть возможность издавать массовую, в несколько миллионов экземпляров ежедневную газету на русском языке, я, честно говоря, плохо представляю коммерческие перспективы такой же газеты на украинском языке. Что удивительно, на самом деле. Что естественно. Ну, для Украины-то казалось бы, что удивительно все-таки. Нет, потому что все-таки не будем забывать, что я вообще плохо вижу рынок для развлекательной прессы вот такого на востоке и в центре страны. Ну, в центре, так сказать, может быть, но на востоке страны. То есть, мы говорили о том, что для украинского языка скорее угроза остается, несмотря на принятие закона, отмене закона и так далее. Потому что нету, в чем угроза связана? В тем, что массовая культура, она по факту является русскоязычной. Да. Потому что ты массовую культуру потребляешь для развлечения. Ты не хочешь напрягаться, когда употребляешь массовую культуру. А все-таки восприятие украинского языка все-таки это как на востоке страны. Это остается как языка, который все-таки надо делать какое-то усилие, чтобы там понятно, что оно символическое усилие, что... Сдать экзамен неплохо бы ввели уже на конец. Когда понимать, да, вы помните, как говорили, что вот сейчас будут фильмы на украинском языке дублированы и сразу упадет посещение кинотеатров. Тогда не упало. Оно не упало. Оно не упало. Оно, может быть, не так сильно выросло, как оно могло бы было вырасти, потому что просто во всем, на всем посоветском пространстве шел рост посещения кинотеатров. Наоборот, Дмитрий, я позвольте перебить, как раз блокбастер успешнейший на рынке российском здесь не набирают, несмотря на переводы на все языки, имеется в виду там Харламовская эпопея с этим хоккеем, да, как там... То есть, просто другая информация, здесь странно было бы... Ну, вообще, здесь и хоккеем не так управляем. Не, ну, это здесь это не в языке дело, мне кажется. Но главное, что мы увидели, что язык не повлиял даже на посещаемость на Востоке. Ну, по крайней мере, не так сильно повлиял, как это предрекали. То есть, вполне можно перевести хотя бы частично массовую культуру на украинский язык. Надо делать какие-то усилия. Вот этих усилий делать не собирается. Ни инвесторы, ни власть, никто из них собирается делать. Поэтому угрозы реальные существуют для украинского языка, да, как для языка массовой культуры, а не для... Ну, на Востоке. Да, на Востоке, на Юге страны. Поэтому, еще раз говорю, это для русского язычного населения закон имеет символическое значение. Ну, вот для болгар, для болгар, венгров, румын, это был совершенно не символический закон. То есть, это действительно люди получили возможность писать все на своем языке. Вот в берегу можно прегать, увидят, что практически нет рекламных вывесок на украинском языке. Они, как правило, двоязычные или просто на венгерском. Но это для людей важно, они чувствуют себя в какой-то, в какой-то, так сказать, комфортной языковой среде. почему это нельзя было бы оставить. То есть, для них это ударило сильнее в реальности по населению, по представителям этни языковых меньшинств. А для русскоязычного населения Юго-Востока это стал очень сильным таким символическим сигналом, что вот пришли люди, которые нас не любят. И я думаю, что надо было делать наоборот, какие-то жесты, демонстрирующие лояльность к Юго-Востоку. Может, расширяющие права регионов. в конце концов новая власть могла бы объявить о том, что она будет переходить к выборам губернаторов. Что для Юго-Востока очень важно. Готовятся сейчас документы. Да, понятно. Это надо было сразу объявить. Понимаете? То есть, надо было сразу много сделать каких-то жестов в сторону юго-восточных регионов. Этого сделано не было. И это... Период короткий, конечно, очень... Это надо было делать в первые два часа, три часа новой власти. Сейчас-то что в сторону Крыма делать? Какие жесты? Или наоборот? Ну, я считаю, что... Переход на власть у нашего нового власти. Здесь вот такая ситуация. Действительно, мне кажется, я, конечно, это человек лишенный доступ к какой-то закрытой информации. И могу только рассуждать гипотетически. Но мне кажется, что Путин получил от руководства США карт-бланш на какие-то действия в Крыму. На ограниченные. То есть, Обама обозначил эти рамки в своей речи в пятницу. Что вот есть безусловная ценность территориальная целостность Украины, которая вне дискуссии. А вот так, если что-то надо, какие-то есть, какие-то действия России, то... Ну, вот, например, например. Войска на территории Украины это вот нарушение целостности. А он же не сказал этого в пятницу. В пятницу были войска. Он сказал, что мы пока мы не видим пока таких явных угроз. если они будут то-то России придется за это заплатить. Но территориальная целостность Украины, она вне дискуссии. Но никто не собирается. Посмотрите, поправку конституционную Конституцию Крыма, которая выносится на референдум на Крымске. Она же говорит просто о расширении полномочий и автономии превращения в государство, находящееся в договорных отношениях с Украиной. Что-то конфедерация будет? это не обязательно. Вот, например, Татарстан на протяжении 90-х годов был государством, находящимся в договорных отношениях с Россией. Татарстан есть ресурс какой-то, а здесь энергетика и вода, а здесь Татарш Путин ресурс даст. Завозить танкерам... Не, на что им воду отключают. Если бы хотели отключить воду, же отключили бы. Не, ну это привело еще больше эскалации тогда, и Крым бы вообще тогда... Ну, понятно. А то мне и говорят, что эскалация, что понятно, что Андрей совершенно справедливо говорит. И вода, и электроэнергия, и там какие-то коммуникации все проходят через Украину для Крыма. И тот же российский газ, не по дну Черного моря, а через Украину поставляется. Но предпринимать какие-то резкие шаги, это сейчас только создать у жителей Крыма ощущение, что действительно российская пропаганда права, что вот там вот враги, которые нас хотят обижать. Никаких действий не надо. Поэтому, например, и каких... И если... Вот хотелось бы сказать, что еще поражает некоторое вот такое безответственное заявление представителей новой власти. Ну, если ты что-то заявляешь, все-таки же уже руководитель государства. А что имеется в виду? Ну, вот заявление, например, заявление, например, Порби о том, что мы объявим всеобщей мобилизацией. Всеобщей мобилизацией это очень серьезная вещь. Во-первых, так сказать, ее невозможно осуществить в нынешних украинских условиях. Просто потому, что на это нет ни денег, ни средств, ни соответствующих возможностей украинской армии принять, например, он потом поправился, что это был такой смотр некий. Ну, это потом поправился на следующий день. Не надо поправляться. Надо заявлять более ответственно. А потом, как это воспринимается в Крыму? Ну, как это вот житель Крыма читает или показывает по российскому каналу, что Украина, что новый, так сказать, секретарь Совета национальной безопасности и обороны объявил всеобщей мобилизацией. Он говорит, вот, единственная защита это вот эти вот ребята, которые сейчас объявят мобилизацию. То есть, обычно человек не понимает, что Украина не в состоянии сейчас провести мобилизацию и призвать там еще там 200-300 тысяч человек. Куда их девать-то? Это невозможно просто. Ни технически, ни финансово. Никак не возможно провести сейчас всеобщей мобилизации. Зачем это говорить? Для того, чтобы пугать жителей Крыма. Это, надо понимать, что все, что делается сейчас резкого, в Крыму будет пониматься и не только в Крыму, потому что не будем забывать о том, что вот есть очень серьезный страх перед новой властью других юго-восточных регионов. Ну, в каких? Ну, в Одессе и в Харькове, например. Ну, вот в Харькове пошло на спад, очевидно, после того, как прекратились вот эти вот... В Крыму бы не было, не было бы массовых протестов, да, если бы не вмешательство России. Правда же? Может, понимаешь? Но это же не значит, что не было бы реального страха. То есть, понимаете, население юго-восточных регионов, оно не склонно, во-первых, к какой-то массовой протестной активности, особенно по отвлеченным каким-то политическим поводам. А во-вторых, у него нет ни лидеров, за которыми оно готово было идти, ни цели какие-то, которые оно готово было бы отстаивать, рисковать, особенно в столкновениях какого-то силового порядка. Но есть страх перед тем, что в Киеве пришли к власти люди, которые нас будут обижать. И на этот страх российское руководство может опираться. И поэтому, когда появляется, когда российское руководство говорит, вот вам цели, вот вам лидеры, появляются, соответственно, и какие-то, более-менее массовые структуры, на которые можно опереться. Ну вот в этом контексте назначение губернаторами олигархов, как вы рассматриваете? Олигархов, которые имеют собственность в этом же регионе. Да, да, я понимаю. Ну, вот есть, я бы сказал вот как. Это единственное, возможное, мне кажется, решение из всех плохих решений, которые есть. То есть вот, с чем столкнулась новая власть при отсутствии процесса политического регулирования? С тем, что, оказывается, на Юго-Востоке не с кем разговаривать. И, более того, не с кем разговаривать из политиков, которые были, входили в правящую какую-то группу при Януковиче, и которые представляют Юго-Восток. То есть, действительно, в такой ситуации надо назначать тех людей, с которыми можно разговаривать. Да, понятно, что и олигархи хотят разговаривать с новой властью, ну и новая власть хочет разговаривать с олигархами, потому что все-таки от них заметят сейчас, как будет работать промышленность, по крайней мере, первые эти месяцы. Особенно в такой тяжелой финансовой ситуации, в которой сейчас оказалась Украина. То есть, это плохое решение, потому что, во-первых, оно закрепляет какой-то полуфеодальный режим, сложившийся в Украине. Ну, это сращение капитала, да, финансово? Сращение капитала с властью на постсоветском пространстве, по-моему, закончилось в 93-м году. И с тех пор, так сказать, обратного процесса не было. Здесь еще же это вот фактически полуфеодальная система. Вот у тебя, так сказать, есть здесь, вот ты давай, так сказать, и сиди, и руководи, обеспечивай порядок в регионе, где у тебя находятся предприятия. А что это означает? Означает, что человек даже все-таки будет направлять ресурсы региона прежде всего на поддержку каких-то собственных предприятий, городов, где расположена инфраструктура в этих городах. То есть, за счет всего остального региона. Ну, это всего на два месяца, да? Это понятно. То есть, это временно. Это просто один-два месяца отцы просто что-то. Ну да, с точки зрения стабилизации это неплохо, да? Это неплохо. Но еще раз хочу сказать, что возможности даже олигарха для переговоров, они очень ограничены. Потому что олигарху не может встречаться с какими-то радикально настроенными политическими людьми. Да и вообще с политическими людьми он разговаривает на разных языках. А мы же не видим протест со стороны экономически активного населения. Наоборот, мне кажется, что экономически активное население, оно более-менее лояльно относится к переменам. Потому что то, как режим Янукович поступал с малым и средним бизнесом в регионах, как происходил, как вел свою пользу, перевел и передел собственности, мне кажется, никому рассказывать не надо. Поэтому, мне кажется, экономическое сообщество юго-восточных регионов гораздо лояльнее относится к переменам, чем политическое сообщество. Поэтому надо в первую очередь было бы разговаривать с политическим сообществом. Но олигарх, он лишен такой возможности. Прежде всего, в силу того, что он говорит на разных языках с политическими людьми. По-разному думает. Это естественно, потому что... Интересно, как мы говорим с малым и средним бизнесом в своем регионе. С малым и средним бизнесом будет тяжело говорить. Тяжело будет говорить даже с культурной общественностью. Потому что не будем забывать, что есть страх культурной общественности. Вот вы видите, особенно... Ну, понятно, что особенно этот страх демонстрируют какие-то люди, являющиеся выходцами из Украины и живущие в России. Писатель Михаил Елизаров. Знаете, это хороший писатель. Впрочем, букер получал. Что он сейчас несет, это вообще... Он сам из Ивана Франковского вырос в Харькове. Несет просто поразительные вещи. Оспугался сильно. Да. Можно назвать огромное количество журналистов и политологов из этих регионов, которые сейчас очень демонстрируют просто настоящий страх. Иррациональный совершенно. С ними надо разговаривать, с ними надо проводить какие-то психотерапевтические беседы. Но сможет ли это сделать олигарх? Ну, вот интересно, вот мои наблюдения, все-таки много моих знакомых, близких, друзей живут же, конечно, на Донбассе. И что для них важно, вот для них не так был важен даже сам Янукович, вот если сравнить рейтинг Януковича и сравнить рейтинг Ахметова, если бы их можно было сопоставлять, то рейтинг, конечно, Ахметова просто на целый порядок выше. потому что, ну, мало того, что он является для них, для всех работодателем, плюс даже вот раздавая там бесплатные коробки конфет детям вот в школах, даже на этом вот его влияние было очень-очень широким. И поэтому тут я даже не знаю, как бы идея в том, что, то есть, мне кажется, тут даже достаточно его влияние настолько сильное, что ему достаточно даже было, я думаю, наверное, сказать, вот для тех людей, которые, большая часть населения же его очень поддерживает, сказать ему, что вот мы за единство и вот мы не поддерживаем там митинги, проводящие это. И вы знаете, вот оно как-то, вот я даже говорила вот с людьми, которые на Донбассе, и вы не потеряете, какое облегчение они испытали, когда они услышали это заявление Ахметова. То есть, у них на каком-то совершенно странном подсоединительном уровне они говорят, Ахметов сказал, что мы не сепаратисты. И все, и для них это важно. Это важно, это важно. Это удивительно просто. Я говорю, что из плохих решений это лучшее. Да, но я хочу сказать, что ведь давайте будем реалистами. Основа для российских действий служат не массовые протесты населения, и не какие-то там письма трудящихся Владимиру Владимировичу Путину, которые обеспокоены о его угрозе украинизации. Служат такие имитационные какие-то мероприятия. Для того, чтобы провести имитационные мероприятия в Донецке достаточно на двух-трех тысяч человек. Правда же? И никто серьезно сейчас, когда власть деморализована, а противников у них, готовых с ними сражаться, точно нет. Двух-трех тысяч человек достаточно. Здесь не надо, никто сейчас в этой ситуации политического кризиса, тем более инспирированного извне, не будет обращаться к каким-то массовым группам, а будут пытаться действовать какими-то вот такими имитационными, манипуляционными какими-то средствами. Поэтому проблема не в том, что вот мы ожидали, что сейчас начнется какой-то массовый всплеск сепаратистских настроений. Убы не было. Я вот хочу сказать, что возможно, в Крыму, где всегда были сильны какие-то России, пророссийские политические структуры, и была какая-то соответствующая политика со стороны России, там есть какие-то очень смутные настроения по поводу того, что, может быть, неплохо было бы перейти под покровительство России. 41% по последним опросам людей готовы. Это сейчас. Это сейчас. Это сейчас, да. Я думаю, что до кризиса... Куда уже провели? До кризиса. Буквально вчера по-за свидания. Да, да. Я видел прошлогодний опрос, который, я думаю, что более реальный. Сколько? Там было 30 с чем-то. 32 или 33. Ну, еще... Понятно. То есть, это... Но при этом, 28 за то, чтобы Крым был независимым государством. То, что такая популярная идея. Но, в любом случае, это смутное настроение. Это не значит, что эти люди готовы взять винтовку в руки и пойти сражаться, за то, чтобы отделиться и присоединиться к России. Это какие-то, в большинстве желаемые, не будем забывать, о большом количестве военных, пенсионеров, членов их семей, которые живут в Крыму, для которых Россия это такой осколок или наследник СССР. И для них это просто какая-то теоретическая возможность. Это не значит, что это люди готовы бороться за это на практике. Но это даже не важно. А важно то, что в других регионах и таких настроений не было. Ни смутных, никаких. Поэтому опасность массового сепаратизма такой не существовала изначально. Просто Россия хотела картинку, что одновременно во всех регионах думаете получать. Ну, так она же ее создавала. То есть она, может быть, и создавала бы ее сейчас, если бы не жесткое заявление у руководства США. Я хочу сказать, что опять-таки вот эта политика США, конечно, есть такая иллюзия у людей на постсоветском пространстве. Особенно людей, которые сформировались еще в советских. Постсоветских людей, да. Постсоветских людей. Потому что люди жили в стране, которая была важнейшим наряду с США участником мирового политического процесса. Есть такая иллюзия, что все еще как-то вертится вокруг нас что-то. Основное это вот как там с Украиной будет или как будет с Россией. Все-таки надо понимать, что при всей важности по-советски государству, Россия важный государство, Украина важный государство, Казахстан. Но при всей важности все-таки они не являются больше такими мировыми игроками. И поэтому мне кажется, что интереснее рассматривать украинский кризис не вот с точки зрения каких-то там поползновений Путина на решение своих проблем, а вот с точки зрения противостояния, ну вот это не противостояние, это неверный термин, конкуренции взаимной США и ЕС. И вот эта вот операция Факт-Ди-Ю, которая, мы, кажется, являемся свидетелями, она, в общем, показала на самом деле, что ЕС это совершенно ненадежная, рыхлая структура, лидеры, которые теряются при первой же кризисной ситуации, а США все-таки, вот, видите, создают какие-то рамки, удерживают, потому что, посмотрите, как долго шло противостояние внутри Киева, внутри Украины, когда она разрешилась, когда США сказали, что могут быть персональные санкции с замораживанием счетов и введением визовых ограничений. И мы увидели, что никто не хочет таких санкций, никто не готов поддерживать Виктора Януковича в силовом решении, если такие санкции действительно будут введены. ЕС при этом, так сказать, не решалась долгое время это же самое сказать. Потому что, ну, если бы это сказала Германия, или, так сказать, какие-то люди в Брюсселе бы это сказали, это Мэштон, например, то это имело бы, наверное, аналогичный эффект. Но ЕС до конца этого не говорит. Вот сейчас, пока США занимали мягкую позицию, Путин не только взял под контроль Крым, потому что, надо понимать, совершенно очевидно, что с оперативной точки зрения Крым полностью контролируется российскими структурами, ну, или какими-то парамилитарными пророссийскими структурами. Но, готовил уже, я, опять-таки, не обладаю закрытой информацией, но мне кажется, есть все основания предполагать, что готовились какие-то аналогичные операции в Харькове, по крайней мере, и в Одессе. Интересно это сюжет. Да, но стоило США сделать жесткое заявление, и, во-первых, тут же европейцы побежали радостно с флагами, то есть, за все это время, что длился кризис, ни одна европейская страна, которая подталкивала, между прочим, украинскую оппозицию к быстрым решениям, выходящим за рамки соглашения 21 февраля, не пришла на помощь новой украинской власти. Никто не сказал ни про санкции, ни про торговые ограничения, ни даже про то, что вот мы готовы как-то помогать чем-то помимо слов Украине. Все с беспокойностью следили, наблюдали, волновались в своих заявлениях, но никаких жестких заявлений против России и в поддержку Украины не было. Понятно, рассуждения про территориальную целостность Украины они сюда не относятся, потому что территориальная целостность Украины она с самого начала не, ну, по крайней мере, юридическая, пробовая территориальная целостность на самом начале ни кем не стоялась под сомнением. Но стоило США сделать жесткое заявление, во-первых, тут же европейцы пробежали, тут же вслед за американским заявлением начали заявлять и немцы, и французы, и, так сказать, и поляки тоже с флажком вышли, скажем, мы теперь тоже готовы сражаться. И главное, что мы видим, что опасность военных операций России за пределами Крыма, мне кажется, она преодолена. То есть, вот вы думаете, что на сегодняшний день опасность за пределами Крыма преодолена, а вот военная опасность в Крыму, вот... Мне кажется, что я еще раз повторю, главное, чтобы украинская власть не совершала каких-то резких действий по отношению к Крыму. Но уже не совершаем достаточно долго, вы же видите. Ну, да, но... И не совершал и дальше. Не совершал и дальше. За свои средства мобилизации в Донецкой области все-таки у него средства есть, и домашние там в дальнейшем не сделать. Это он не сделает, зачем это нужно. Ну, да, да. Хотя в Севастополе у него же какие-то на северной стороне там, по-моему, это хранилище. Ну, да, да, и терминал же, он строил же угольный терминал. Я думаю, что этот порт, который китайцы будут строить в Севастополе, там будут какие-то интересы Ахметовы соблюдены. Должен договориться все-таки. Мне звонят за грузов и, ну, ты говоришь, сезон сорван. Вот что сделать, чтобы сезон не был сорван в Крыму? Ничего. И главное, в каких условиях нужно... Сезон сорван? Нет, все-таки в каких условиях выведут российские военачальники свои войска или что там, вот эти силы самообороны, которые уже на России, как бы их назвать? Или вернут места их дислокации. Вот, вот, точно, спасибо. Точная формировка. Вернут места постоянно дислокации. Мы же с вами уже не иногда договорили вот в период этого кризиса, что надо Путину. Путину нужна какая-то цивилизионная картинка, в которой он выглядит победителем. Ну, очевидно, конечно. Но сдаваться мы не можем, извините, все-таки сдаваться. Ну, например, вот проходит референдум этот в Крыму по расширению конституционных полномочий. То есть после референдума, да? Какие-то после референдума там подписывают какое-то торжественное соглашение, что Киев признает результат от референдума. То есть уже переговоры должны быть с Путиным? Или же вот какие-то трехсторонние, пятисторонние, многосторонние? Не важно. Он потом может поприветствовать, там принять новое руководство Крыма, сказать, товарищи, Россия с вами, вот мы боролись и доборолись. А новая власть не будет, что на переговоры вообще с Путиным вести? Украинская, это переходное правительство. Будет ли Путин вести переговоры с новой властью? И как? Ведь Путин же Путин же необходимо у него-то сейчас пока есть только один формат. Пока он не победил в Крыму, есть только один формат переговоров с новой властью. Это ее капитуляция, это раскаивание в самосовершенном. В какой-то форме может быть капитуляция? Ничего себе капитуляция. Я не знаю, в какой форме. Его устроила бы любая форма. Да, да, да. Я думаю, любая форма. Вот, например, министр, главный представитель Верховного Совета и кто-нибудь еще стоят на коленях и просят сказать это. принять подкровительство. Турченко, потому что будем говорить с Россией, будем договариваться. Это было неоднократно сказано. Вы же спросили, Андрей, не будет ли говорить с Россией? По поводу Крыма. Будет ли говорить с Россией по поводу Крыма? С Путиным сейчас, с Путиным, который все-таки является единственным человеком, принимающим внешнеполитические, по крайней мере, решения в России, сейчас говорить невозможно. То есть, с Россией можно сейчас поддерживать диалог на символическом каком-то уровне. Показать, что мы работаем, взаимодействуем. То есть, какие-то, так сказать, понимая, что основной диалог, который сейчас есть, это диалог между Россией и США. Ну вот, и вот уже подводя, может быть, даже итоги нашей дискуссии, вот ваше мнение, для Путина победа, это то, что Крым расширяет свои какие-то полномочия, только это остается в составе Украины, и тогда Путин... Это не ставится под самым никем. Вы думаете, это не ставится под самым никем? Ну, это же Обама сказал в пятниче. Нет, очень важно, что для Путина... Ну, вот вы видите, что они выносят на референдум? Они же не выносят на референдум, готов ли в Крым выйти или образовать самостоятельное государство. Это вопрос не ставится никем. Ни один крымский политик не говорил про то, что вот наша цель это образование там самостоятельного, суверенного государства. Они хотят... Крым государственное образование в составе Украины. То есть, ну, примерно такие же отношения, как юридические, да, как между Баварией и Федеративной Республикой Германии, или между Тарстаном и Российской Федерацией в 90-е годы. Ну, и самый последний вопрос. Нью-Йорк Таймс, вы знаете, да, опубликовала, я даже прочитала в оригинале, все, чтобы быть уверены, что это было. Когда Меркель позвонила Обаме и сказала, что Путин живет в другом мире, и что он, ну, это не дословно, но он оторван от реальности, он не... Да, так и сказала, он на том. Желет в другом мире, и на другом мире. И на другом мире. для вас это звучит, как опасная, вот, такая какая-то, опасный анализ. Я хочу сказать, вот что. Для меня, не буду скрывать, являюсь сторонником политических перемен в России, для меня, как для человека, выступающего за политические перемены в России, это, в общем, такой, достаточно благоприятный знак. То есть, я могу находиться под влиянием собственной какой-то точки зрения, слишком его оценивать, придавать ему какую-то излишнюю важность, но для меня это кажется, что это очень такой символичный и очень значимый жест, и не случайно это было опубликовано в Нью-Йорк Таймс. Понимаете, это же можно всегда опубликовать где угодно, да, я думаю, что администрация США, она не испытывает проблем с выбором медиа, но вот в данном случае он очень красно речил, что Нью-Йорк Таймс это медиа, которому безусловно доверяют, безусловно доверяют, то есть, никто публикацию в Нью-Йорк Таймс не будет ставить под сомнение или там ждать каких-то иных подтверждений, то есть, этого достаточно, это во-первых. Во-вторых, Нью-Йорк Таймс читается, я думаю, всей мировой политической, элиты. Если, так сказать, не в оригинале, то в изложении этой статьи, как в обзорах ее увидят все люди, которые что-то имеют, какую-то политическую, экономическую значимость, ну, по крайней мере, вот внутри вот этого, так сказать, евроатлантического сообщества. Третье. Это Нью-Йорк Таймс это газета, которая достаточно лояльно относилась к Путину. Вы помните, там он же и статьи публиковал. Было такое, да? То есть, это еще и не враждебная Путину СМИ. Если бы это написала какая-нибудь газета, которая более враждебна относилась к Путину, это было бы, ну, хотят преувеличивать. Здесь люди говорят то, что говорят. То, что, наверное, это просто, мы понимаем, что значит, она именно это и сказала. Что это означает? Мы должны понимать, что, в общем, конечно же, есть, может быть, какое-то желание у западных лидеров видеть Россию более демократическое и более ответственно относящееся к защите политических прав граждан. Но это все-таки такое желание не сильное. По крайней мере, пока его особых проявлениями не увидели. То есть, Путину фактически позволили установить тот политический режим, который ему нравится, который ему удобен. С экономической точки зрения никогда никто на Путина не давил. Наоборот, всегда, в общем, каких-то важных вопросов шли ему навстречу. Ну, кстати, во внешнеполитических, так сказать, его никогда, так сказать, не загоняли в угол. Между прочим. В Сирию, можно вспомнить. В Сирию дали выиграть. Дали выиграть просто ситуацию. Очевидно. При том, что могли этого не делать. То есть, всегда демонстрировалось, что ему, в общем-то, и вот на постсоветском пространстве, ну, понятно, что есть какие-то интересы, экономические, политические, ну, ладно, пускай. Внутри страны, ну, ладно, пускай. То есть, здесь, это сигнал другой. Это сигнал, что человек, который стоит во главе государства, обладающего ядерным оружием, способен на неадекватные решения. Что этот человек не способен быть надежным партнером. Я вот сегодня прочел статью уже, одного из крупных американских аналитиков, по поводу того, что вот мы видим, что Путин теперь не является договороспособным партнером. А что это означает? Сейчас США же не договорились с Корзаем по Афганистану. США надо вывести до конца года огромное количество техники и людей. И понятно, что железнодорожный и воздушный транзит, они проходят через территорию России. И без содействия Путина США не смогут этого сделать просто физически. Я думаю, что и вот такие уступки в украинском вопросе, они связаны с страной США, прежде всего, именно с этим. Я вот это, кстати, написал, потому что, так сказать, еще когда только началось, я скажу, что США будет, отдадут Путина, скорее всего, Крым. Но вот, если этот человек не способен выполнять принятые на себя обязательства, является неадекватным, то может ли американское правительство рассчитывать в таком важном, стратегически важном вопросе, как вывод войск из Афганистана в короткий срок на помощь Путина? А если он, так сказать, сегодня здоров, а завтра перекрывает железнодорожный и воздушный транзит? И когда ты уже, это же аж только вывод войск, это же планы, это же, так сказать, это огромное количество мероприятий, заранее планированных, у тебя все распланировано им через это, то, значит, с таким человеком опасно договариваться по важным вопросам. Опасно ему что-то делать, и не бессмысленно идти ему на уступки, потому что ты потом с него не можешь спросить договоренностей. То есть, это очень важный сигнал с точки зрения американской внешней политики, что мы больше не рассматриваем этого человека как своего партнера. Кому это этот сигнал дан? Ну, во-первых, он дан какому-то какому-то политическому сообществу внутри западных стран. Но есть же огромное количество людей, которые в российской внешней, внутренней политике, в российской экономике, которые ориентировались на Путина и поддерживали его именно потому, что Путин является надежным партнером Запада, а поэтому Запад заинтересован в его сохранении, в стабильности его режима и так далее. И для них это тоже важный сигнал. Теперь они понимают, что Путин не является партнером Запада. Более того, Меркель, которая всегда лояльно относилась к России, и всегда выступала за то, чтобы Россия принимала участие в выработке каких-то важных решений, ее не изгоняли бы из мирового политического процесса, с ним бы, так сказать, сочетались. Если это Меркель говорит, это означает, что есть какое-то понимание между Германией и США, что вот с этим человеком теперь опасно иметь дело. И я думаю, что для внутренней политики России это гораздо более значимая, наверное, наиболее значимая вещь за весь период украинского кризиса, даже более значимая, чем падение режима Януковича. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Это был Дмитрий Галкин, совместитель главного редактора Форума ФС Кронику, политический образователь газеты 2000.